Девушки отдыхают Уже не критическое. В каком состоянии скрипали, почему Британия не пускает в страну его племянницу? Хочет в Бельгию, но пока в Германии. Что заявил вышедший под залог Пучдемон и на чем настаивает Испания? Новость, которую каждый год ожидают верующие. В Иерусалиме, в храме гроба Господня в 14.17 сошел благодатный огонь. По легенде, если этого не произойдет, человечество ожидает страшный суд. К счастью, все благополучно. Вместе с тысячами паломников, среди которых, безусловно, были и украинцы, за схождением огня наблюдал и Сергей Ослендер. Площадь перед Явскими воротами забита людьми и стоит над ней многоголосый гомон, в котором можно услышать разные языки, от английского до самых экзотических. Торговцы-арабы предлагают свой нехитрый товар. Свечи без этого не прикоснешься к будущему чуду, не унесешь с собой его частичку и воду, потому что очень жарко. Но все терпеливо ждут. То, что должно произойти, случается только раз в году. Возле храма настоящее столпотворение. Тут полиция прилагает титанические усилия, чтобы сохранить порядок. Как только ворота открываются, внутрь вливается огромная толпа. Этим людям лучше всех. Они первыми увидят чудо, но есть и трудности. Чудо придется ждать много часов в тесноте. Все строго по протоколу, или точнее согласно традициям, которым уже много сотен лет. Начинается церемония с показательных выступлений молодых арабов-христиан. У них вообще не говорят настоящий конкурс, кого допустят к этим пляскам. А смысл у них простой. Вера вненациональна. Выражай свои чувства к Господу, как тебе угодно. Украинская делегация во главе с митрополитом Антонием, управляющим делами Украинской Православной Церкви, тоже внутри храма. У них особая задача доставить частичку благодатного огня домой, в Киев, откуда он разлетится по всей стране, даря надежду на чудо и спасение. С собой украинцы привезли особую икону и подарки иерусалимскому патриарху. Сама жизнь подсказала именно вот эту икону. Потому что в этом году исполнилось 100 лет со дня мученической кончины митрополита Киевского и Галлицкого Владимира Богоявленского. Его смерть положила на начало новой странице нашей церковной истории, страница, которая писалась, к сожалению, кровью и страданиями. Сейчас привезли Косевскую роспись, керамика Косевская, это при Карпатии, из Ивано-Франковской области. И таким образом мы с разных концов Украины привозим сюда подарки ему, чтобы он видел и понимал, что такое Украина. Мир в нашей Украине, ну також мир на всей земле, здоровье, всего самого на краю, что уже наши хлопцы, батьки, сыны уже нареште повернулись до своей домовки и могли святкувать своими семьями и Пасху, и також все наши украинские свята. Шумных и крикливых арабов сменяет чинный крестный ход во главе с иерусалимским патриархом Феофилом. У него сегодня главная роль, поэтому предстоятель выглядит так серьезно. Его облачают в простой холщовый подрясник. Это тоже традиция, чтобы не мог спрятать спички, после чего патриарх скрывается в кувукле. И теперь остается только ждать и надеяться. В считанные секунды огонь разлетается по храму и, как всегда, никого не обжигает, не причиняет вреда. Кто из паломников поактивнее, прорывается со свечой наружу и добегает до Явских ворот, и вот уже весь старый город с огнем. Чудо свершилось. Вот так, наверное, и должна выглядеть истинная вера, когда тысячи людей здесь, на площади или там, в узких улочках старого города Иерусалима, ждут чудо. И чудо произошло. Теперь каждый желающий, каждый, кто в него верит, может подержать в руках частичку благодатного огня. Благодатный огонь улетает в Украину. Унесет веру в чудо и надежду на мир и спокойствие на украинской земле. Сергей Услендер, Евгений Каминский, подробности, телеканал Интер, Израиль. Благодатный огонь совсем недавно прибыл в Украину, в Борисполь, спецрейсом. Его привезла украинская делегация. В аэропорту находится наш корреспондент Павлина Василенко. У нее узнаем все подробности. Павлина, добрый вечер, тебе слово. Катя, добрый вечер. Хочу поздравить с тем, что благодатный огонь уже в Украине. Из святой земли он прибыл в спецрейсом. Его привезли украинские паломники во главе с митрополитом Антонием. Буквально час назад самолет приземлился здесь, в Борисполе. В аэропорту благодатный огонь традиционно встречали представители Украинской Православной Церкви и верующие. Прямо здесь частички огня передали представителям епархий и приходов. Богон – это символ. Я уже сказал, что в греческом языке его название как святой светлой. Это светло, которое засеяло в пещере Христа Спасителя, где он был похован. И это светло засеяло всему свету, что начинается новое життя. Господь настолько любит каждого из нас, что отдал своего единственного сына, который пострадал и сделал нас способными жить в вечности с ним в Царстве Небесном. И поэтому это огонь, который уже нас тут разогревает. Хочу напомнить, что вчера в Иерусалиме украинские паломники прошли ежегодным крестным ходом «Дорога Господа» в молитве за Украину. В составе украинской делегации, кроме священнослужителей, были и политики. Нардеп Вадим Новинский вместе с иерархами Украинской Православной Церкви встретился с патриархом иерусалимским Феофилом Третьим. Украинцы подарили патриарху уникальную икону, которая называется «Соборного мучеников украинской земли». Вадим Новинский сегодня рассказал об этой встрече с патриархом иерусалимским и передал от патриарха наставление украинцам. Встреча с патриархом иерусалимским была очень важна для Украинской Православной Церкви. И он очень четко, патриарху универсалимский – это один из важнейших фигур в мировом православии. И он сказал, что Украина переживает непростые времена, и самая большая проблема нашей страны – это раскол в церкви. И он сказал еще одну такую важную вещь, что раскол должен был преодолеваться исключительно на основании церковных законов и церковных канонов. Никакого вмешательства политиков, общественных деятелей не должно быть в разрешении этого раскола. Вот это сигнал всем нашим властям. После прибытия Благодатный Огонь отвезут в первую очередь в Киево-Печерскую Лавру. Там его 23.00 можно будет увидеть и зажечь свои лампадки и свечи от Благодатного Огня. Также Благодатный Огонь проследует во все города Украины и во все епархии. И мы тоже приобщились к этому празднику, взяли частичку Священного Огня и везем в редакцию. Катя, дождись, пожалуйста. Спасибо Павлина. Павлина Василенко была на связи со студией. Она напомнила аэропорту Борисполь, куда прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима. А пока миллионы верующих молятся о мире в Украине, до мира далеко. На Донбассе за сутки 17 обстрелов украинских позиций, ранен один солдат. Такие данные опубликовали в пресс-центре штаба ОТОМ. Больше всего боевики палили на Донецком направлении. Под Авдеевкой наших военных обстреляли из гранатометов. Как говорят бойцы, боевики пасхального перемирия не придерживаются. Подробнее о ситуации на востоке страны Игорь Левенок. Вот так и живем, говорит Зоя Николаевна. До войны в поселке Водяном было полно дачников из Мариуполя. Сейчас осталось только 9 местных жителей. Живут без газа и воды. Электричество появляется время от времени. Постоянны здесь только обстрелы. Ну как ночь, так и у нас начинается. Смотришь, полетели. Красные мухи. Почти все дома разбиты. Постоянная стрельба и взрывы. Автоматы и пулеметы наши морпехи здесь серьезным оружием уже не считают. Минометы и артиллерия. Вот основные калибры, которые бьют по водяному ежедневно. В этот район упало две 120-х мины и парочка 82-х. Из некоторых из них была 82-я зажигательная, в результате чего загорелся дом. Вот вы видите, что зажигательное случилось. Он загорел почти весь. Остался один корпус. Перемирие? О таком здесь не слышали. Морпехи говорят, на пасхальные праздники они готовятся к еще большему противостоянию с врагом. Время от времени раздаются одиночные выстрелы. Бойцы говорят, работает вражеский снайпер. Появился здесь на днях. Но за это время морпехи выучили даже его расписание. Война войной, а настроение у бойцов уже праздничное. Волонтеры на передовую привезли пасхи и подарки от детей. Ребенок 6 лет, вот это Настя, передала свою самую любимую игрушку, такую белорозовую кошечку. И написала письмо. Это кошечка-врач. Вот я просто его запомнила наизусть. Это кошечка-врач. Ее нужно приложить к ранке. И тогда ранка не будет болеть и заживет. А вот это письмо с кошечкой, которую потом прижимал к груди здоровенный морпех, это надо было видеть. С Приазовья, Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности, телеканал Интер. В немецком Мюнстере теракт. Грузовик совершил наезд на людей, которые сидели на террасе одного из ресторанов в центре города. По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще более 40 получили травмы. Полиция также сообщает, что водитель авто покончил с собой. Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Местных жителей просят не посещать центральную часть Мюнстера. Силовики не исключают, что в грузовике может быть взрывчатка. Есть и другая версия произошедшего. По данным одной из немецких газет, за рулем находился немец, который страдал тяжелым психическим расстройством. Великобритания не пускает в страну племянницу отравленного Сергея Скрипаля. Виктория Скрипаль получила отказ в визе. Почему и какие новые подробности громкого скандала, за которым следит весь мир, расскажет Ирина Иванова. Отказу в визе предшествовал достаточно странный эпизод. Российские СМИ получили аудиозапись телефонного разговора Виктории с пострадавшей, своей двоюродной сестрой Юлией. Записать беседу удалось якобы потому, что на свой телефон Виктория еще раньше установила специальную программу для рабочих дел. Несмотря на то, что родственница заявляет о своем нейтралитете в российско-британском противостоянии, запись сразу передала местному телевидению. И даже приняла участие в популярном ток-шоу. Этот факт и, возможно, просьба самой Юлии не приезжать, повлияли на решение британских властей не пускать Викторию к Скрипалям. Формальная причина – отсутствие надлежащих документов. Но, по словам источников правительства, скорее всего, Россия использует племянницу бывшего агента КГБ как пешку. Женщина намерена повторно подать документы на визу в понедельник. До сих пор ни один официальный представитель РФ не был допущен к пострадавшим. Юлия пришла в себя неделю назад. Состояние Сергея Скрипаля улучшилось накануне. Он даже начал говорить. Юлия просит ее не беспокоить, пока она поправляется. Прошу прессу учесть это пожелание. Также у меня есть новости о состоянии ее отца, Сергея Скрипаля. Он хорошо реагирует на лечение. Его состояние быстро улучшается. Так что он уже не в критическом состоянии. Вскоре к пострадавшим допустят следователи. Тем временем Россия намерена на высшем уровне конструктивно обсудить ситуацию вокруг отравления Скрипалей. Посольство РФ в Лондоне попросило о встрече с главой МИДа Великобритании Борисом Джонсоном. Нынешним сотрудничеством, несмотря на специальное заседание Совбеза ООН на этой неделе, Россия недовольна. Ирина Иванова, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Попытка номер два. Возле диагностического центра столицы неизвестные жестоко избили врача Юрия Лиску. Напали прямо у стен медучреждения. У Лиску перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Это уже не первое нападение на врача. Прошлой осенью его с коллегой Натальей Проценко также сильно избили. По мнению медика, главная причина таких нападений – неоднократная критика в адрес руководства диагностического центра и нежелание начальства выполнять решение апелляционного суда о восстановлении Лиска на должности. Сегодня праздник Благовещения. Православные в этот день помогают нуждающимся и навещают пожилых людей. В Черкасской области в этот день решили поддержать еще и тех, кто ежедневно творит добрые дела для одиноких пенсионеров. Речь о соцработниках. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Даже в праздник Благовещения соцработник Людмила Душко спешит к подопечным. И в будние дни и выходные она всегда на ногах. За ней закреплены более десятка пенсионеров. В основном это одинокие больные старики. Людмила измеряет давление одной из пенсионерок. Подопечным соцработники села Лиски ездят либо на стареньких велосипедах, либо ходят пешком. Село большое. И за день наматывают не один километр, рассказывает Людмила. И за леками ходим, и прибрать, и попелососить, и помить, и выгребать. И надо до всего руки прикласти. До всего. Пешки никак не набегается. Но с сегодняшнего дня соцработники Лесик уже на колесах. Это новенькие велосипеды. Им купили к празднику Пасхи за деньги областного бюджета. В выделении средств посодействовали два депутата Табулсовета Анатолий Коверский и Верховной Рады Сергей Рудык. На выпередке. Вы хоть пить пачкать. Давай. Боже, поможи. Благовещение нардепы сам приобщается к соцработникам. Уже несколько лет, накануне Пасхи, он лично развозит подарки и медикаменты нуждающимся. Первый в списке бывший сельский глава Дубиевки. Уже полтора года мужчина полностью парализован и нуждается в помощи. В нардепе планируют с подобными визитами объездить сегодня несколько сел Черкасской области. Говорит, график плотный, но справляется. А чтобы помощь не была приурочена только к праздникам, благотворительный фонд Сергея Рудыка совместно с общественниками создал в соцсетях электронную платформу «Поддержи ближнего». Благодаря этому ресурсу благотворители Черкасской области теперь отслеживают и обеспечивают всем необходимым нуждающихся. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Черкасская область. Масштабная спецоперация СБУ в Одессе. Силовики изъяли оружие и боеприпасы, которые, по их данным, могли использовать для различных провокаций в городе. Как сообщили в службе безопасности, правоохранители провели 9 обысков. В результате изъято более тысячи патронов различного калибра, заготовки для изготовления огнестрельного оружия, пистолет Макарова, два пистолета Вальтера и другое оружие. К спецоперации привлекли почти 200 силовиков. Мероприятия по выявлению боеприпасов продолжаются. А на контрольно-пропускном пункте Новотроицка в Донецкой области пограничники задержали женщину, которая пыталась провести на временно неподконтрольной Украине территорию военный нож для одного из боевиков. В погранслужбе заранее получили информацию об этом. Когда женщина въехала на пункт пропуска, ее автомобиль отправили на досмотр. Во время проверки машины нож нашли, изъяли и передали полицию. В канадской провинции Саксачеван столкнулся с грузовиком автобус, в котором ехала юниорская хоккейная команда «Хамблд Бронкос». В результате погибли 14 человек, которые находились в автобусе, в том числе водитель. Еще 14 человек доставлены в больнице, трое находятся в критическом состоянии. Причины аварии устанавливают. Карлос Пучдемон незадолго до своего ареста хотел бежать в Россию, пишут испанские СМИ. Дескать, планировал попасть в Санкт-Петербург после посещения Финляндии. Но в последний момент передумал и в результате был задержан. Напомню, 26 марта Пучдемон арестовала немецкая полиция, а 5 апреля немецкий суд согласился выпустить его под залог. Больше в нашем сюжете. Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон останется в Берлине, пока не закончится разбирательство по его делу в немецком суде. Об этом Пучдемон заявил на пресс-конференции после того, как двумя днями ранее Высший земельный суд Федеральной земли Шлезвин Гольштейн постановил выпустить его под залог в 75 тысяч. Суд отказался экстрадировать Пучдемона на основании предъявленного ему в Испании обвинения в подстрекательстве к мятежу. Вместе с тем не исключил возможность его выдачи уже по другому обвинению в незаконном присвоении государственных средств. Я верю в европейскую демократию, в то, что большинство стран Европы и Германия, в их числе, действуют в рамках закона и демократических принципов. Когда закончится суд, я хотел бы вернуться в Бельгию и продолжить свою работу. А вот по данным испанского издания El Mundo, Пучдемон не намеревался оставаться в Бельгии. Мол, незадолго до своего ареста он хотел сбежать в Россию. Вот только совершил фатальную ошибку. Отправился в поездку на автомобиле, которым пользовался уже полгода. По номерам авто его и задержали. Сколько будет продолжаться новое судебное разбирательство, неизвестно. На то, что все это время Пучдемон будет находиться на свободе, в Мадриде отреагировали сдержанно. Все судебные решения необходимо исполнять. Это закон. И не имеет значения, постановление вынес испанский суд или какой-либо еще. Тем временем сам лидер каталонских сепаратистов в своих выступлениях, похоже, отошел от прежней риторики. Разве независимость единственное решение для Каталонии? Конечно же нет. Я всегда говорил, что это наше предложение Мадриду. Но мы, конечно, готовы обсудить с испанскими властями и их видение испанского проекта для Каталонии. Если Пучдемона все же экстрадируют в Испанию, ему грозит до 30 лет тюремного заключения. Екатерина Кровец, подробности, телеканал Интер. Коллапс в аэропорту Парижа. Авиакомпания Air France объявила забастовку. Сотрудники требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Если их не услышат, угрожают устраивать двухдневные забастовки каждую неделю. Из-за стачки отменили треть авиарейсов. Сотни пассажиров не могут добраться до пунктов назначения. Мы никогда больше не захотим полететь Air France. Нам пришлось добираться через Прагу. Наш рейс отменили. А мы еще смеялись, что во Франции очень любят устраивать забастовки. Чего никогда не происходит у нас в Швеции. На самом деле мы думаем, что французы просто ленятся работать. Протесты в бразильском Сан-Паулом. Сотни сторонников экс-президента Да Сильвы ночевали под зданием, где прячется политик. Его приговорили к 12 годам лишения свободы за коррупцию. Но сдаться он отказался. Вместо этого закрылся в штабе профсоюза металлургов. С ним его единомышленники. Люди говорят, что не оставят своего лидера. В Париже проходит съезд социалистической партии Франции. Главная тема встречи – избрание нового лидера и изменение стратегии движения политсилы. Принять участие в форуме пригласили и украинскую делегацию. Подробнее визите в нашем материале. Полная перезагрузка французских социалистов. Новый лидер, новая стратегия, новое будущее. Тысячи партийцев со всей страны приехали сегодня в Париж на эту историческую для социалистов встречу. Ведь главная тема 78-го съезда политсилы – найти правильный путь и вернуть себе прежнюю позицию власти. Новая стратегия исходит от нового первого секретаря Оливье Фора. Он хочет вернуть электоральную базу, направить нашу политику на курс развития благосостояния общества. Наша задача – вернуть социализму Франции и его прежние позиции. Найти новые идеи, новые ценности, новые принципы. Франция переживает не самые лучшие времена. Вы видите множество забастовок. И наша задача – снова вывести Францию на прямую дорогу. Говорили на съезде про Украину. Социалисты заявили, что считают Крым ее неотъемлемой частью. Поблагодарили делегатов от нашей страны за визит. И подчеркнули, что поддерживают украинцев в борьбе за территориальную целостность страны. В течение последних лет мы стали свидетелями роста национального самосознания украинцев. Видели трагические последствия, к которым это привело. Франция принимала большое участие для продвижения Украины в Европу. И я надеюсь, что в будущем мы будем укреплять наши связи, чтобы и дальше интегрировать Украину в Европу. И гарантировать территориальную целостность Украины. Представлял Украину на съезде лидер социалистической партии Сергей Каплин. Он сказал, что Франция – европейская социалистическая страна. И ее успех во многом зависел от правильной политики и развитых профсоюзов. Наша социал-демократичная партия, социалистическая партия Проспілки является близкими партнерами социалистической партии Франции и всех социал-демократичных и социалистических партий развитых стран Европы. Это тот курс, который мы выбрали на нашем съезде. Это тот курс, который мы проводим в жизни. Я очень доволен, что здесь пристала Украина. Я очень доволен, что здесь французы отдают преимущество прогрессивным, социалистическим, социал-демократичным силам. И они верят в то, что социализм, украинский, европейский социализм будет отражен. В прошлом году после европейского турне представители от Украины пригласили на съезд партии европейских социалистов, которая объединяет в себе 33 политсилы. Там также рассматривали вопрос о вступлении в их ряды украинских социалистов. Наш левый блок за простых людей делает все для того, чтобы стать консолидованным членом всех глобальных европейских партий, асоциаций и левых. Это социнтерн, это партия европейских социалистов. Мы фактически укротим от того, чтобы стать их официальными партнерами и членами этих организаций. И это, конечно, обязывает нас проводить политику, которая соответствует тем стандартам, которые сегодня есть у европейцев. Это борьба за рабочие места, за защиту рабочих мест, борьба за пенсию, гидную пенсию для украинцев, гидную зарплату. Сегодня Сергей Каплин также презентовал европейским коллегам свою книгу, которая станет планом действий будущего единого кандидата в президенты от украинских левых. А также заявил, что ждет французских единомышленников с ответным визитом уже на следующем съезде. Андрей Коровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Прокомментировал нардепы скандал вокруг декларации Вадима Рабиновича. Напомню, на этой неделе стало известно, что около миллиона долларов его семья получила от российского бизнесмана Павла Фукса. Это, видимо, источник финансирования его полетил за житя. 22,5 миллиона гривен семья Рабиновича получила в качестве гарантийного платежа по предварительному договору купли-продажи земельного участка. Это означает, что землю семья Рабиновича еще не продала, но деньги уже получила. Это классическая схема аферы для легализации денег. Возможные нарушения уже начали расследовать в НАБУ. Нардеп Сергей Каплин просит антикоррупционеров ускорить следствие и, наконец, разобраться со всеми грешками Рабиновича, включая элитную недвижимость, двойное гражданство и дорогие путешествия. И вся эта роскошь на скромную зарплату парламентария. Багатомиллионные оборудки с землей, рахунки в банках за кордоном, частки в іноземных компаниях, частки в украинских компаниях через подставных людей. Это десятки миллионов долларов, которые приходят от украинского законодательства и крадутся, крадутся в виде несплаты податков до украинского бюджета. Эта человек намилилась после того, как обкрадет простых украинцев, текать за кордоном. Для этого ему и потребен второй паспорт. Мы обратимся в очередной к Генеральной прокуратуре, к СААП, к Национальному антикоррупционному бюро, до НАЗК, до других антикоррупционных органов. И я обратюсь особенно к Службе безопасности Украины. Мы имеем в рядах украинского депутатства, потенциального, небезопасного для наших национальных интересов, для безопасности нашей Украины, злочинца. Фейсбук ужесточает контроль над рекламой с политическим контентом. Впредь при размещении нужно указывать, кто ее оплачивает. Соцсеть будет также проверять местоположение и личность заказчика, сообщил Марк Цукерберг. По его словам, таким образом, соцсеть намерена предотвратить возможные манипуляции и любое вмешательство в избирательные кампании. Карнавал в Гонконге. Новое пиво. В честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, доспехи гладиатора от Рассела Кроу на аукционе. Об этом и не только в нашем обзоре. Карнавал прямо на матче по регби в Гонконге. Тысячи фанатов пришли на стадион в ярких костюмах. На трибунах сидели болельщики, переодетые в огромных розовых зайцев, динозавров, единорогов, а также других сказочных героев. Этап мировой серии по регби в Гонконге – одно из главных спортивных событий в стране. В этом году на трехдневных соревнованиях ожидает до 120 тысяч гостей. Принц Чарльз приехал с визитом в Тихоокеанскую страну Вануату. Встречали британского гостя танцами и песнями десятки местных жителей в пышных национальных костюмах из перьев и травы. Принцу они тоже подарили традиционную пнобедренную повязку. А еще удостоили почетным званием вождя. Принц, в свою очередь, передал островитянинам привет от монаршей семьи. Пивоварня британского городка Виндзор изобрела новое пиво в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Напиток сделан на основе классического английского эля. Ячмень для него вырастили на местной королевской ферме, а хмель привезли из западного побережья США. Назвали пиво Виндзорские узы Гарри и Меган, ведь именно в этом городе пара поженится. Напиток уже развезли в местные пабы. Его будут наливать и во время празднований. В мае отметить королевскую свадьбу. В Сараево возобновили канатную дорогу над городом. Трасса, которой уже больше полувека не работала 26 лет. Ее разрушили во время осады Сараева. Прокатиться в новых вагончиках пришли сотни жителей столицы. На канатной дороге из центра города можно добраться в сосновый лес неподалеку всего за 10 минут. Любовь к компартии в генах. Пекинский банк спермы пополнил список требований для потенциальных доноров. Теперь для желающих пожертвовать свой биологический материал важны не только состояние здоровья и возраст, но и благоприятные политические качества. Доноры должны любить социалистическую родину и хорошо относиться к коммунистической партии Китая. На греческом острове Корфу с балконов швыряют глиняные горшки с водой. Это местная традиция накануне Пасхи. Тысячи людей собираются на улицах, чтобы посмотреть, как посуда с грохотом разбивается об асфальт. Зрители становятся так близко, чтобы на них попадали брызги. Некоторые даже собирают черепки на удачу. Откуда пошел такой обычай, неизвестно. Актер Рассел Кроу устроил в Сиднее аукцион искусства развода. По случаю 53-го дня рождения и 15-й годовщины свадьбы с бывшей женой, он решил распродать ненужные вещи. Всего с молотка уйдут 200 лотов. Покупателям достанутся доспехи из фильма «Гладиатор», сувениры и одежда со съемок других картин. Гитара и некоторые произведения искусства. В целом аукцион, как ожидается, принесет более 2 миллионов долларов. Уникальные писанки создают жители Прикорпатской Верховины. В горных поселках росписью юрид занимаются веками, передавая традиции с поколения в поколение. Какие они настоящие гуцульские писанки видели наши корреспонденты. Гуцульский поселок Верховина. Росписью яиц здесь занимаются почти в каждом доме. Для семьи Илюкиф это традиция. К работе приступают только после того, как прочитают молитву. За столом вся семья. У каждого в руках свой писачок. Яйца используют исключительно белые и только домашние. С домашних яиц расписывать лучше. Она шкаролупка, она идет толстейше и лучше писать на домашних яицах. Но их намного сложнее найти, чисто белые. Мы пишем, что на живом яйце не выпускаем. Потому что оно сохраняет в себе эту энергетику живого. Расписывают яйца пчелиным воском и красками. Основные цвета – желтый, красный и черный. Верховинскую писанку узнают по темному фону. Покрываем воском на белом фоне то, что мы хотим, чтобы оно было белым. Писанка у нас выходит на выгляд вот такая. Все, что под ним, это все кольорое. Миша росписью занимается только два года. Говорит, самым трудным было научиться рисовать ровные линии. У меня руки как раз ходили, так как хвилька получилась за дощу. Теперь уже ровнейше получается. Мать – это хорошее терпение, настроение, настроение – это главное. Кроме животных и растений, на писанках гуцулы пишут и различные пожелания. Каждый символ несет особый смысл. По гуцульской традиции, накануне Пасхи писанки дарят близким родственникам и друзьям. Горцы говорят, это знак уважения и любви. Юлия Жешко, Жанна Дучак, Зиновия, Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Это все новости к этому часу. Спасибо за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи.